Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 348. Событие дня. Как эпиграф, это не любить мира. Яков 4.4. Прелюбодеи, прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Вот с этой позиции только рассматривать, да где они, друзья божьи тогда, враги? Сегодня, если ты не любишь этот мир, заклюют даже в школе уже. Участвуют во всех там, какие у них там мероприятия, куда-то пойти. Вот одна пишет, девочка одна у него приходит, не такая, она учится, она отлично. Решили поехать в парк, в парке там играть где-то, а ее отец не пустил. Она решила познакомиться, думать, что за темнота такая. Приехала, когда он кандидат наук, молодой, красивый. И еще у него ребятишек человек пять. И он говорит, а зачем там? Там они бесконтрольные, я берегу свою дочь. Я, говорит, сначала прямо терпеть его не могла. А на родительское собрание-то не мать пришла, а именно он. И когда сказали слово, он сказал, я, говорит, все больше и больше к нему стал. Гляжу, говорит, я уже мыслю, как он, как она одета, девочка, скромно. Видите, с первого-то раза, конечно, мир не воспринимает. Но если мы постоянно будем вести себя, как положено-то, то по-другому будет. И название, то самое главное, прелюбодеи и прелюбодейцы. Вчера я познакомился, заочный, конечно, с одним человеком. Вот. Это Корепанов. Корепанов. Константин Владиленович. Владилен, это имя не христианское, но отец он ни при чем тут. А там Владилен, это означает Владимир Ильич, там Ленин, что-то аббревиатура составлена Владилена. Такого нету слова. Это искусственное, советское. Ну, вот я посмотрел, как он говорит, читает, как бы сидит перед микрофоном и читает там лекцию. Мне все понравилось. И вид его какой он, с бородой, и говорит так важно. Ну, со знанием дело, видно. Оказывается, он или директор, или кто? Миссионерского института Екатеринбурга. Вчера я только послушал там, вторую проповедь начал слушать. Видно, говорит, со знанием. Со знанием. Ну, дальше пришли братья мои с работы. Я и сразу решил Никиту познакомить, Владимира. Ну, и немножко пообсуждали. Этот человек, видно, что книжник и в положительном смысле. Вот кто, если хочет познакомиться, познакомьтесь. Говорит со знанием дело. Но! А вот дальше определенное но. Сразу же. Не знаете ли, что дружно с миром есть вражда против Бога? Дружно с миром. Ну, а где он дружит с миром? Да я не говорю, что он дружит с миром. Но вокруг него этот мир. И как он на него влияет? Словом. Он разъясняет Слово Божие. Ну, и Резла Тауста, видимо, считает там. А вот смотрите. Открываем мы Святую Библию. И считаем. Евреям 4.12. Это наизусть надо звучить. Ибо Слово Божие живо и действенно. А просто передавать его как, ну, оно, как святых засушенные в вазе. Так можно сказать. Если никуда не идет. Красиво стоит или на рисунке где-то. Живо и действенно. И острее меща бою до острова. Вот тут нигде не видно. Если делает не так патриарх или кто-то, вот, выступает, где, недавно я читал про это, Ткачев, там, отец Андрей, говорит. Он там очень сильно быстро говорит и не воспринимается где-то. Ему говорят. Слово-то твое мертвое. Ты не видишь, что в храме делается. Бродит народ где-то. Ты видишь патриарх, куда уклонился. Почему нигде ни разу не скажешь? То есть, слово не живо. Они знают, говорят, то ли любуются собой, я не могу ни в чем упрекать. Но смысл в этом, а оно не действенно. Если Библия в руках, и ты считаешь, даже первая встреча, люди должны пойти и быть другими. Для обличения, наставления, вразумления там перечисляются. Для чего слово-то Божие дано? Я не знаю, в интернете я не смотрел. Вот спрашивают, когда миссионерский отдел. Сейчас я прям тут же при всех. Живо и действенно, острее всякого меча Бояуда острова. Оно проникает до разделения души и духа. Вот одно-одно предложение. Составов и мозгов. И судит помышление, намерение сердечное. Вот оно тогда живо. Судит. А здесь нет. Он дает знания, что такое Троица, откуда пришло. Дальше это не идет. А дальше-то сказать бездуховная жизнь. Дальше-то показать, куда увели одна обрядность. Много традиций, преданий, обрядностей и мало Христа, как один сказал. Я чужие слова цитирую это. И мне он нравится, отношение моё к нему не изменилось. Но слово, даже Божие слово, оно может быть мёртвым в устах. А как вы это знаете? Как я знаю? Это на сердце тебе должно быть положено. Ну а как его сделать живым? Толкование надо. Вот этим я и занимался, когда я вёл занятия в университете, в школах. По толкованию у нас трёхтомник блаженного Феофилакта. Вот. Том какой-нибудь один можно взять. Вот там, Володя, где-то он есть. А вон вверху есть, я снимаю. Далёк он у него или нет? Том один хотя бы. Вон там показать. Трёхтомник. Вот это наше издание. До этого я его конспектировал. То есть я понял, когда обратился в 62-м году в Латвию, в Ленск, там разные-разные были секты. Разные. Но где же истина где-то? И мне Господь буквально в один день всё это открыл. Где? В церкви апостольской. Надо искать там. Все. Я с вами восседини до скончания века. С этого стиха у меня начался поезд. И уже, вот как Господь всё делает, вот начнёшь думать, убогой, неисповедимой судьбы. И пути Господни. Внезапно у нашего корабля, я в это время работал в Венсплосе на корабле, учился в мореходном училище одновременно. И в это время что-то там с мотором не так. И ремонтировать надо опять выплывать нам в Балтику, и в Литовскую, из Латвии в Литву, и Клайпеда. К слову сказать, вчера я увидал, как советские войска Клайпеду брали-то, и мне тоже дорого. Ну и опять же там-то. Ну и Клайпеда. Я на берег редко сходил. Зачем? Я всё время занимался, были книги, мне некогда было. В это время я добился создать три курса за год. Три курса. Поэтому мне не на игры было, тем более на одном из трёх иностранных языков. А тут я сошёл по городу, хожу. Зачем я пошёл? Сейчас помню, висят такие кругленькие на стенах, и написано «Шюкшлемс», то есть «плевательница». Я больше нигде не видал. Прямо на стене, на уровне головы подошёл и плюнул. Культура какая? Даже плюнуть, и не урна. На урну можешь ты слюни не донести, так «Шюкшлемс». И как уже было, увидел крест. А в Литва, Латвии, это Прибалтика, там староверы скрывались. И оказались там, видимо, беспоповцы. Я зашёл или что? Красивый молодец. Ему, может быть, лет пятьдесят было. Старец, не старец, а мужчина, где-то. Не толстый, но видно, что работяга. И он, откуда вы будете? Я сказал. Он видел, как я крестился, кланялся. И он меня пригласил к себе домой. Ну, я не просился же к нему. А у него две дочери. Вот как Господь всё указывает. Я любил косы всегда. Косы, если вижу, у меня какое-то расположение было. Русые косы, там толщиной в руку. И они там буквально ниже пояса в доме. Но он допустил тут ошибку. Может, он на меня имел какие-то, так сказать, мнения. Две девушки такие. Найти единоверство. Ну, отец заботится о них. Ну, и сами по себе они хорошие и статные. Просто. А он дал мне блаженного фефилакта. Это первая книга толкования четырёх евангелий. А это то, о чём я думал. Вот Бог привёл меня из Латвии, где обратился в Литву, в этот город, где человек пригласит. И у него... Дальше он меня потерял сразу. Я уткнулся в другой комнате у него. И скорее переписывать. Потому что мы на ремонте больше недели не будем. Оказалось, и того меньше там. А в это время, девушки, то одна пройдёт, другая. Глазом гляну, и я забыл, что они красивые. Забыл, что у них косы. Вот такая была жажда. И тот конспект первый у меня сохранился. Я дошёл до 24-й главы Евангелия от Матфея. А ещё четыре-то Евангелия и всего. А потом второй том, оказывается, есть толкование до евреев. Откровения нигде нету. Я у него там был вот отсюда, начался поезд. Живые действия. Но оно меня вырвало из этой среды. Как бы я на корабле. Кобрик свой у меня там. Коечка там. Всё. Я ничего не видел. Баггерская рубка сзади. В конце там, где винт крутится. Вот. И я там скрывался. Вот как Бог всё делает. Силу молитвы я там познавал. Почему? В это время меня возненавидел Боцман. Ни за что. Только что за то, что его отец бил. И он там когда-то сказал. Буду мстить верующим. Потому что бабка на него пожаловалась. И они пришли меня убить. А я сижу. Я же не вижу, что они сзади с молотом стоят. А в это время. Она. Рубка-то это не действующая была. Почему? Потому что. С которой руководят. Руководят штурвал. Там это выше. А это наш аварийный случай. Там если разбито. Перейти срочно на задние рубки руководить. Жена Фролова зашла. Белье там вешалось. И она сбила их. Вот видите, как убого все это. Я когда приехал, говорят. Что с вами было в этот вечер? Я отвлекусь как бы. Я говорю, а что? А я дневник веду. Я посмотрел. Ничего не было. Я просто занимался в рубке. Интересно. К нам брат. Вот этот латыш. Высокий такой. Он отсидел. Долгие годы в вузах был. Протестант. Я не знаю, кто он. Пятидесятник или кто. И он пришел. И такой взволнованный. Говорит. Что-то с братцем там. С этим. С нашим. Братцем меня звали. Давайте помолимся о нем. И они стали молиться. И молились как раз в тот момент. Когда меня пришли убить. А в это время жена пришла. Жена капитана корабля. Вот я понял стилу молитвы тогда. Все в молитве должно быть. Если молитвы нету. И строгость. И выпросить слезы у Бога. Слезы. Попутно сказать. Вот. Что такое. Блаженный плащущий. А как я плакать буду. Когда у меня здоровье есть. Деньги есть. Молодой здоровый. Чего мне плакать-то. Меня пригласили там. Они на один вечер раз собрались. И оказывается кто-то откуда-то едет. И ему достали Библию. В то время достать Библию. Это высказать нельзя. У меня было уже Евангелие Новый Завет. Библию конечно я и не думал иметь. А тот человек не пришел. Не пришел. Не приехал сказать. И тогда братья пошушухались тут вместе. А большое собрание было на дому. И решили мне подарить Библию. И когда один сказал проповедь. И дал мне Библию. Я Библию взял. Вышел в коридор. Уткнулся в одежду. И весь вечер проплакал. Я просил этот дар. И Бог дал его. И я понял как важно. Это блаженство получить. Блаженный плащащий. Я хочу сегодня так много сказать для других. И вот почему. Слово Божие живо и действенно. Ты должен понять. Ты должен понять. Что живая молитва. К живому Богу. И ответ. Вчера мне только сколько. За день звонили. С молитвы не отпускали. То рожает жена там какая. В Москве. Вечером уже звонят родила. Девочку. Теперь опять на молитву надо. Ну и семикратно в день. Они вчера меня 18 раз на молитву загоняли. А что такое молитва. Три святые и сто поклонов. Ну что тайная тут. Я же не на углах улиц в доме. Все спрашивают. Покажите как молитесь. Живая молитва должна быть. Живое слово. Оживотворяющее тебя. Тогда живая речь будет. И все в страхе Господнем. Хочешь быть мудрым. Выпроси у Бога страх Божий. Трепетать перед ним. Со страхом и трепетом. Это в Новом Завете везде говорится уже. Почтите сына. Чтобы он не прогневался на вас. А не так что говорят и хихикают. Вот когда говорят и хихи. Маленько пойдет опять хихи. Это не просто так. Это потеря страха Божия. Я неоднократно видел такие. У меня лично был такой вот. Сергей беседовал. Саша Муха. Вот. У него такое было. Теперь я знаю, что как правило это щетина. Как правило у них. Вот это подхихикивание. Нет страха Божия. И почти всегда беснование. Беснование. И дальше я исследовал и ушел. И этот дух вошел во время блуда. Почему циники. Самое непригодное для проповеди. Когда начинаешь говорить. А не бывает слово Божие. Пытается учить кого-то. А ничего нет. Все мертвое. Он даже не знает. Говорит нормально. Ихи. Ихи. Это дьявол. Дьявол залез и внутри сидит. А в слове Божьем ты должен трепетать. Чтобы чувствовал. Сатанаш. Под ногами у него горел. А не хихи. Ихи. Я не хочу определенно о ком-то говорить. Просто так. Встречался мне за рубежом такой. Там в Америке один. Я его сразу сказал. Дух блуда в тебе. Он аж глаза вытаращил. Понимаете. Бог это дает. Бог дает. И тогда Бог дает. И тогда миссия. Твоя миссия. Вот я хотел сказать. Вот относительно миссии. Какой миссионер бывает. Стихотворение Якова Полонского. Минутку сейчас может быть найду я. Это вот здесь вот. Подойди кто-нибудь. Напечатай быстрее вот здесь. А то я боком сижу. Видите это. Полонский. Так. Проповедник Беда. 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 Две буквы или Б? Беда. Имя его. Беда. Вот он. Беда проповедник. Вот он. Вышел. Яков Полонский. А ну-ка, прочитай. Яков Полонский. Тут мелковато. Я могу наведить так, чтобы было. Ну ладно, я прочитаю. Это 1841 году. Сто лет до начала войны. Был вечер. Был вечер. В одежде измятой ветрами. Пустынной тропой ушел Беда слепой. На мальчика он опирался рукой, по камням ступая босыми ногами. Я знаю наизусть это стихотворение. В вагоне когда ехал, всегда рассказывал людям. Вот. Какая картина. Как талантливо написано. Это миссионер. Вот это миссионерские отделы и институты. Пускай себе возьмут. И они рассыпятся. Миссионерских отделов быть не может. Это самая страшная поделка. Институтов быть не может. Они не понимают. Это только труд Духа Святого. Труд Духа Святого на сто процентов. Научить. Они могут назвать благовестящие, проповедящие институты. Но они и миссионерские. Слово миссия забудьте. Если Бог это не открыл. И дальше. И было все глухо и дико кругом. Одни только сосны росли вековые. Одни только скалы торчали седые. Косматым и влажным одетым хом. Но мальчик устал. Ягод свежих отведатель просто слеп. Сам хотел обмануть. Старик, он сказал. Я пойду отдохнуть. А ты, если хочешь, начни проповедать. С вершин увидали тебя пастухи. Какие-то старцы стоят на дороге. Вот жены с детьми. Говори им о Боге. О сыне, распятом за наши грехи. И старца лицо просияло мгновенно. Как ключ, пробивающий каменный слой. Из уст его бледных живой волной. Высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепсу в славе небо являлось. Дрожащая к небу рука поднималась. И слезы текли из потухших очей. Но вот уж сгорела заря золотая. И месяца бледный луч в горы проник. В ущелье повелась сырость ночная. И вот проповедуя слышит. Старик зовет ее мальчик, смеясь и толкая. Довольно? Пойдем. Никого уже нет. Замолк грустно старец, главой паникая. Но только замолк он. От края до края. Аминь. Ему грянули камни в ответ. Вот это живое слово, вот это миссия. Не просто сказать, не просто пулеметом стращить, там, видеть, там. Я знаю, хорошие есть проповедники-то. Но вот беда-проповедник Яков Полонский. Кто-то, наверное, тут даже говорит или что. Что это такое? Ну-ка, что это? Я не знаю. Я расскажу сихтерением. Называется беда-проповедник. Чего-чего? Ну, смотри, как ты играешься. Гориенически. Помягче. Был вечер. В одежде, измятой ветрами, Пустынной тропой шел беда слепой. На мальчика он опирался рукой, По камням ступая босыми ногами. И было все глухо и тихо кругом. Одни только скалы стояли седые, Косматым и влажным одетые мухом. Но мальчик устал ягод свежих отведать, И просто слепца он хотел обмануть. Старик, он сказал, Я пойду отдохнуть, А ты, если хочешь, Начни проповедать. С вершину видали тебя пастухи, Какие-то старцы стоят у дороги, Вот жены с детьми, Говори им о Боге, О сыне распятом за наши грехи. У старца лицо воссияло мгновенно, Как ключ, пробивающий каменный слой, Из уст его бледных, Живой водой, Высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в слове небо являлось, Дрожащая к небу рука поднималась, И слезы текли из потухших очей. Давно уж сгорела заря золотая, И месяца бледный луч в горы проник, И вот, пробоведуя, слышит старик, Зовет его мальчик, смеясь и толкая, Довольно, пойдем, никого уже нет. Затих грустно старец, головой паникая, Но только замолком от края до края Аминь, ему грянули камни в ответ. Ну вот видите как, натолкнулся сегодня на что? Как он там прочитал? Ну, прочитал. Вот, значит, что проповедь. Теперь я вернусь к нашему слову. СССР 24-е, 4 места писания, даже 5. Так, раз, два, три, четыре. Просчитайте. Не любите мир и не того, что в мире. Ну и вот три ролика, каждый раз говорю, Что составлено православных. Что сказал один служитель московский? В семинаре Духовной Академии мне дали очень много. Я научился так врать, что я сам себе в это верю. Вчера пишет. Ольга и я, не знаю, первый раз. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Считаю, Библию, Ветхий Завет столкнулась с непониманием эпизодов. Бытие 9.21-25. Почему Ноем проклят сын Хама, а не сын? Сын Хама. У Хама был сын. Ханан. Так. Почему? Ведь на Агату, если я правильно поняла, видел внук Ноя. Я отвечаю. Потому что, как толкует святые отцы церкви, первый увидел это внук и сказал отцу. И вместо того, чтобы отодрать этого отпрыска, отец его, Хам, выйдя, рассказал двум братьям своим. Ну вот я даже стихотворение, не стихотворение у меня, я не называю это стихотворение, в полном смысле у меня написано о проповеди в стихах. Вот у меня приготовлено, сейчас подхожу здесь к изданию, стихи. Вот здесь наш библейский сайт, вот стихи я нажму сейчас, стихи. И сразу видно, вот 4 тома. Все они здесь есть. Здесь каждый том по 800 страниц. Это не просто брошюрки. И в каждом томе 160 цветных листов, фотографий где-то. И сдать я не смог и не смогу. Тут 3467 стихотворений. Каждое стихотворение 9 куплетов. Вот. И это страшно дорого. За полтора миллиона заходит тысяча экземпляров. Все сделал, сам же встал, но не издать. Просто никакой возможности нет. Но у меня это стихотворение, есть такое одно как раз на эту тему. Вот. В чем же хама вина? Почему он хамит? Непочтение к отцу проявляя. Будут дальше века, и от Сима семит. И опять до Руси достигает. Хам проклятый, сынишка его, Ханаан, насмеялись над промахом пьяного Ноя. Просыпается дед, рядом внук хулиган, и отец, ухмыляются двое. Будто тайну открыли, другим невдомек, как сумел обмешуриться старый. Разговор за углом, жестокий упрек, и вскисает соблазн на паре. Зашушукались тетки в снохе в кустах, их детишки состроили рожи, потеряли к отцу уважение и страх, и поносят, вылазят из кожи. Ни на возраст не смотрят, ни на авторитет, что и жизнь от него по их жилам. Но у них только пакты. Измазался дед, выпил лишку, на свете зажился. Африканский чернеет сейчас континент, а хамье расплодилось повсюду. Раб рабов этот хам, а у правы все нет. Так позорят в судах и прилюдно. Хам, по сути, был прав. Ну, какой же пример, если сам патриарх так упился? Учат скапитры нас фарисеи, лицемер на бесплодной смоковнице листья. Но проснулся отец, обо всем разузнал, запахнулся, прикрыл наготу, как заразу срамной он сына изгнал. Но открыта дорога к Христу. Белизной у Евнуха ризы блестят, он в небрачниках, слышали сын Соломона. Кто ужален был хамством, поднимет пусть взгляд на Христа на кресте, станет чадом Сиона. И это Ольга пишет. Я вас знаю давно, Игнать Тихонов, считала вашу книгу к истинному православию. Смотрю ваши видеоролики, захожу на ваши сайты, слушала не всю аудиобиблию, которую я насчитал, добротолюбие в аудио. Ян Златоуст на нашем сайте, там 50 книг мной насчитано, и другие. Предлагала я, конечно, близким, родственникам, подругам, знакомым, соседям некрещеным, атеистам, мужу, маме, детям своим, сестре-двойняшке, ваш сайт. Вас посмотреть, послушать. Но, увы, сестра подняла панику и узнав о том, с чему я не верю, и не согласна с ней, что вы сектант. То есть, я не верю, что ваша сестра верит. Все, я сектант. То есть, я не знаю, в каком городе, ни разу не видал. Все, все стали против нас, вас и моего увлечения, моей заинтересованности к вам. Ну, не ко мне же она заинтересована. Муж говорит мне, что ненавидит вас, постоянно удаляет вас из моих друзей в моем мире. Дети тоже следят за этим тщательно. Приходится втайне интересоваться и заниматься. Вот у Юлии Долбневой в Оренбурге точно такая же картина. Родня протився. А потом и отец соглашается, и мать уже. На то время пройдет. Все может быть по-другому. Я отвечаю, я не сектант. И это подтверждает вся моя жизнь, плоды моей этой жизни. Ибо сколько людей пришло в православие по милости Божией с сектантов и стали некоторыми священниками московской патриархии. Ну, так как она не знает, я ей повторил. Вот что можно просчитать. Вот чтобы здесь нужно контроллажать внизу крайне это. И сюда наведите только, и выйдите как раз на это. Московский патриархат. Патриархат. Студенческий журнал Покров Барнаульской духовной семинарии. Номер 9, 2016 год, страница 34. Коротко. Крестово-Звишинский приход города Барнаула и община села Потеряевка является уникальными и своеобразными приходскими общинами. Вот представьте, какие это патриархия, это не мои слова. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд, носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский. Нравственный и бытовой уклад многие семьи многодетны. Старостью этих общин является родной брат протеерея Акима Лапкина Игнатий Тихонович Лапкин. Известный православный миссионер, объехавший с проповедиями о православии более 500 городов в России в ближнем и дальнем зарубежье. Более 600 фактически-то. Миссионерская практика Лапкина вызывает разную реакцию, однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Кто это пишет? Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор капитал истории Церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма Святого Луки города Норильска священник Павел Бочков. Опечатает в Барнаульской епархии. Дальше. Сергий митрополит Барнаульский-Алтайский говорит, Игнатий Лапкин, это он отдает русская народная линия, запросила меня, и он им дал ответ, когда на нас нападали на лагерь. Состоит в молитвенном и каноническом общении с православной церковью, через Барнаульскую епархию. Как обычный милянин, он ревностный православный христианин, исповедник, то есть я сидел в тюрьме за Слово Божьим. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Ну и как же, как же это юритик-то, или там сектант. А как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря, какую-то общественную деятельность. Эту сторону деятельности регулирует совесть соответствующих органов государственной власти. Лапкир человек твердых убеждений пожилой. Там концовка даже не входит. Вот я теперь отвечаю. Надо посмотреть, как бы плохо слышно. Кто-то там выступает. многое не расслышал. Но думаю, что по виду нужно волосы прикрыть все, не выставлять чуб. И волосы не закидывать на грудь. А, это одна женщина говорила, как правильно крестное знамение совершать молиться. Она волосы сюда кинула. А мне спрашивает Рахиль, это Джайнакова, Райхана раньше называлась. Я ей отвечаю, такого вообще не видел ни разу. Хиджаб, вот образец мог бы быть для незнающих. Посмотрите на фото, как у нас одеты женщины. Все от младенческого возраста, а не как у старообрядцев, что если она не замужем, то пол головы открыты. Это есть беззаконие и бесчиние. Земной поклон делать через наклон сначала одного колена, а потом другого. Это там она говорит, это для немощных, стариков. Молодые сразу головой до пола и поясной поклон делать так, не подгибая колени. Оба колена сразу подгибаются, чтобы если проверить себя, рука могла достать до пола. Это для проверки себя, не лукавишь ли на молитве. Руки на молитве могут быть опущены вниз или сложены на груди крестообразно, или так, как эта женщина показывает, вот так вот показывает, а можно вот так, тогда легче держать руки. Тут нет однообразия, и персты при крестном знамение, могут быть так сложены, как она показывает, по-никоньянски, вот так, три, после реформы патриарха Никона, или двумя перстами касаться частей тела, средней и указательной. Так принял князь Владимир в 989 году, и так было до Никона, до 1656 года по всей Руси. Начиная с вечера пятницы и до вечера воскресенья земные поклоны отменяются, то есть пятницу уже не делать, а воскресенье можно делать. Ну и тут я привел места Писания, вот, которые говорят, Архангий Михаил, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести у коризненного суда, но сказал да запретить тебе Господь. А сии засловят то, чего не знают, что же по природе как бессловесное животное знает, тем расливают себя. Дескать, нельзя никого, ни о ком сказать. Ну, надо знать, о ком говорятся, я вчера ролик такой поставил даже. Ну и вот какие места Писания я привожу для того, чтобы слово было приправлено солью. Затормозите и прочитайте. Тут пострашнее слова есть. Анафема это кому оно есть? Это места Писания. А дальше Писалты раскрыли на меня пасть свою, как лев рикающий. Значит, можно говорить. Прелюбодеев, прелюбодеев вот название какое. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, а то безумные. Мудрость уловляет Господь мудрых в лукавстве их. Из Икииля. Язык Библии какой. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту свою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудняние твои. Ну что, не порнография здесь, а то да запрети тебе Господь. Это говорил тому, кто сшиблен с неба, он воевал с ним, он знает. Тут совершенно другое, тем более взятое из книги неканонической. Безумные слепые, это уже Господь говорит, а мы ему подражаем. Что больше, золото или храм? Матфея. Безумные слепые. 23.19. Марк. Кража, лихаимство, злоба, богохульство, гордость, безумство. Такова воля Божия, что мы, делая добро, заграждали устание и вежество безумных людей. Безумных. Был обречен в своем беззаконии. Кто? Пророк. Бессладесная ослица, прогорвающая человеческим голосом, остановила безумие пророка. Так это Валаам. Пророк. Он никогда не был лже-пророком. Пророк. А я оттуда беру, открытым оком смотрит. И на меня нападают, ну не знаю, юридики какие-то разные, отступники, богохульники. Это какой, да Валаам, он за деньгами написано, обречило безумие пророка. Пророка, не лже-пророка. Но они не могут успеть. Их безумие, слово безумное, показывает, где встречается. За то, что они делали гнусное в Израиле. Прелюбодействовали с женами ближних своих имени моим. Говорили ложь, чего я не повелел им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. Воют, как псы, и ходят вокруг города. Видите, сколько много об этом говорится. Слово безумное встречается. Так. Делать мерзость с женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Приначале, ну и дальше об этом говорится. Слово безумное прицепляется, не знает где, можно нет сказать. Наталья. Мир вам, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. И на устах, и в сердце. Книги получили слава Христу. Спаси Христос за визитки. Дай Бог вам спасения. Да благословит вас Господь услышать Слово Его. Целуем и крепко обнимаем. Ну а кто они такие? Я обычно не говорю фамилии, потому что есть о потомке душителя Скуратов, Скуратов был, Малюта Скуратов. Они по миру везде есть. До Пеладеев перед. И они нападают на тех людей и заливают душу-то их буквально. А вы знаете, это упырь, там Лапкины и прочее, лжемиссионер. Ну то есть бочка, как говорится, тюремная параша род сделал свой. А вот я покажу сейчас, вот кто это говорит, обнимает, целует. Посмотрите. Они книги выписали и получили книги. О! Ну я сейчас маленько даже могу масштабно увеличить. вот они стоят, две сестры Надежда и Наталья. Получили Новый Завет. Они два экземпляра к истинному православию, симфония на неканонические книги и симфония на жития святых. У меня книги все уникальные. Почему? Ну, на жития святых симфонии нету. Нету. Ее не существует нигде. Это Господь позволил сделать мне. Я хвалюсь моим Господом, учитывая, что у меня нет никакого духовного образования. Дальше. Симфония на неканонические книги. Самая лучшая в мире. Я их все, какие были, посмотрел, непрофессионально изданы. Вот наша книга, да, по образцу Вернигородской. К истинному православию 40 лет собирал материал. Толкование на Новый Завет трехтомник. Здесь же 240 иллюстраций. 230 Гюставо Дары, которого раскрасили. Здесь же 297 комментариев моих на них. Вот видите, видно даже закладки. Ну, довольны они, нет? Ну, посмотри на них, как они выглядят. Какой у них уголок. Душа радуется. Вот я вчера вынес специально сюда. Дальше. Дальше. Я отвечаю им. Целуем и крепко обнимаем. Вот как. Книги получили, да еще и целуют и крепко обнимают. Не скрою, вы мне обе понравились. С вас сами. И своим одеянием, и словами. Видно по всему, что понравилось вам наше сокровище, которым и вы теперь обладаете. Бог в помощь вам добудет всегда любезная нам сестрички православные. Они тут же ответили. Спасибо Христос Игнатий Тихонович и Владимир. Очень-очень рада. Я отвечаю. С нами тоже живет и Никита с Украины. Эти книги видели в библиотеке Путина Владимира Владимировича. В шестистах библиотеках страны ближнего и дальнего зарубежья. Отвечает. Игнатий Тихонович, спаси Христос и Никиту. Потому что его не сказали. Мне охота, чтобы Никиту благословили они. Только и пасемся на ваших ресурсах. Да хранит вас Господь. Вчера она заходит. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Это Ксения из Тольятти. Я вам сейчас звонила. К сожалению, не была зарегистрирована здесь. Поэтому потратила немного времени на это. И сразу добавила вас. С большой любовью отношусь к тому, что вы делаете для Бога и людей. Для нашей семьи. Вы пример для подражания. По мере возможности хотела бы помогать вам финансово. Отправьте, пожалуйста, координаты, куда можно перечислить деньги. Вот, посмотрите. Вот, вот куда перечислить. Я ей вот это дал. Вот, первое вот это. Это на сберкнижку у меня. Я получаю там пенсию свою, бомжевскую пенсию. 6523 рубля 15 копеек. И вот пластиковая карта. И она тут же позвонила. Деньги перевели. Я говорю, а вы верите, что ко мне ни одна копейка не пристанет? Да мы все про вас знаем. Повторяю, за 77 лет ко мне не прилипла ни одна чужая копейка, вот, которую присылают. Я заранее себе ставил такие рамки, когда раньше еще я много ездил, и люди подходили в карман, совали деньги. Я руками зажимал карманы. Почему? Если дали мне 5 рублей, то я должен их отдать уже не 5, а 6 кому-то. Чем больше давали, тем беднее меня делали. Хотя тогда у меня деньги были. Я печник много печей делал. Ну и вот теперь посмотреть вот что у нас здесь. Вот друзья, Руслан Гасанов. Как я принимаю друзья? Вот я могу сказать как. Не так, что сейчас нажатие принял. Нет. я сейчас посмотрю. Нажимаю Руслан Гасанов. Кто он такой? Вот посмотрите как делается. Ну открывается. Ага, открылось. Снова нажимаю. Мне надо войти к нему сюда. Написать сообщение. Кто он такой? 15 лет. Владивосток. Нет ли у него еще тут плохого? Нету. Ну тогда принимаю друзья. И сразу ему посылаю награду. А какую награду? Ну, какую? Сейчас увидите. У меня на все есть заготовки. Вот наш сайт. Что на этом сайте есть? Сразу выделяю. Ctrl S скопировал и сразу выхожу на него, на этого молодого человека. Фото. Нажмите соответствующее что-то тут такое. Напишите сообщение. вот теперь Ctrl V и отправить. Вот. Все здесь. Вот здесь наш сайт, наш мир. Все есть. И в конце это ролики составил Сергей Козлов. Наши беседы с ним хорошие такие. Вот. Дальше у нас что есть? Ну это все. Я сразу перехожу показать события дня. дня. Вот. Ну и что тут у нас? События дня, утреннее размышление. Ну еще наверное что-то тут есть. все нет. И дальше у нас форум. Вот наш форум. Православный форум. 1600 с лишним тем разных. Милости просим. Можно без регистрации смотреть. И что интересно. Такой богатый форум. Ну ежедневно немного заходит около 300 человек ежедневно. И никаких нигде нет. Редко-редко кто-то вопрос задаст. Все. Форум это обычно люди где-то спорят. Площадка такая. У меня этого нету. Почему? Столы накрыты. Там все. Ну а можно что-то еще на столы поставить. Нельзя. Больше ничего нету. Во-первых вся Библия с неэкономическими книгами. 73 жития. Каноны церковные. 719 правил на основании и на основании святых отцов труды. А это 300 томов. То есть абсолютно полные даются ответы. В конечной инстанции. Людям не нравится когда я говорю это Бог делает. Что я назвал моего там ничего нету. Просто я знаю где это есть. Я привожу. Вот и еще вот сегодня даже могу показать наш видеоканал православный. канал у нас 5417 подписчиков. Просмотров 4 миллиона 490 ну то есть уже с половиной почти. Вот сегодня время плакать и время смеяться. Два часа назад 58 просмотров. Утреннее размышление 62 47 Вот так. Вчера которое поставили тут побольше. Дональд Трамп. Есть ли у нас с ним что-то общее? Много 747 уже вчера немного за ночь побольше. Вот как готовиться к окрещению? Вот видите вопрос. Я как раз к этому сейчас и добавить хочу. Как готовиться к окрещению? Великовато будет? Ну посмотрите посмотрите как готовиться к окрещению. Я буду быстренько пролистывать а вы тормознете и считайте я не буду считать приблизительные вопросы к оглашенным и спрашивающим себе крещение. Эти вопросы расширяются судя по ответам на них. Первое расскажите о своей вере в институте троица. Смотрите вот я три вопроса фактически сейчас тормознете и просчитайте я снова прокручиваю дальше опять тормознете остановите движение это вопросы к тем кто к нам приедет нынче креститься в озеро в полное погружение 9 июля которые хотят полное погружение получить они не крещеные которые моченые там и прочее то мы даем им маршрутку дальше если работа греховна перемени ее уйди из учебного заведения если работа будет не по Евангелию а говорить дальше заявление о крещении вот как пишут вот оно заявление дата подписи вот о крещении вопрос задан задан ну я его отвечаю и еще что у нас ну у нас самое главное это библейский сайт православный библейский сайт вот интересно у меня стихотворение на все есть и о сайте есть стихотворение сайт библейский это сад сад я не сайт говорю а сад и где он находится и что там есть и вот еще что вот на меня нападает я им хочу прочитать вот не давайте повода врагам похулить святыни и левитов из камней извительных курган сколько там хорошего убито ничего не значит что из дома не выходит девица сиротка ни с одним отроду не знакома но извит завислива как отка что им до того пускают стрелы черные извительно судачат знают перетерпим скороспело не получат по-чеченски сдачи осторожно ровно по-соседски по утрам киваю из окна в адрес мой клубятся дымом едким получают за добро сполна ничего не сделать не попишешь вековечная ненависть в народе перетерпим нам не будет лишним наша жизнь не по последней моде не даю мне кажется им повод нехристи причалили к крыльцу бешеная прыгает корова микрофоном щупом по лицу от прабабки промахи прадеда на анализ делают мазки где бы ни сидел и ни обедал лакомые выхватят куски им не нужно повода причины ухватить загащи втихаря не дождутся памятной кончины есть враги так значит жил не зря сколько на моем крутом точили изломали зубы и клыки на живом примере вас учили батальоны взводы и полки не давал им повода для ссоры целовал иконы руки крест но следят за мной сексоты воры под котлом отпахли слышен треск каждому свое предназначение аспидная змейкость язык начинаем начинаем свое мучение с англевицкой схватка языка им бы что понятнее попроще плюнуть растереть и подсушить судит рядит с колокольной кочки на экране мелко мельтешит 26 сентября 2002 года поезд в Барнаул из Потеряевки вот я ехал и вот такое мне стихотворение сложилось и попутному еще скажу что легче наживать друзей и врагов при искренних неравнодушных горю к моим успехам кто-то час готов ко мне причаться воздухом и морем кто обо мне услышав о кончине прольет связу и горе с ним вздохнет простит ошибки поминать отныне в своих молитвах искренне начнет кому бальзамом на тревожный сон мои инфаркты трижды геморрои сам патриарх ощерится масон куражится над умершим героем не просто нажимать такой багаж такой актив из доиков саулов они сегодня подтвердят мой стаж при слухе обо мне им сводят скулы друзей приобретал по одному рождая благовестием и мукой в университетах в тюрьмах на дому даря им сердце ласковые руки о сколько изрожденных отпадут меня охают а плюют злорадно и страшно вымолвить они нагрянут в суд с волками вместе бывшие бараны мой каждый вздох и стоны по ночам перетолкуют все переинащат вероотступники и внуки ильича мне кости промывают и судачат их сон мы легионы кто дрожал от проповеди устной в печати в защиту истину мой нержавел кинжал повсюду оставляя почерк счастья и все же подводя всему итог с друзьями остаюсь а не в архивах врагов не вижу да простит их бог любовь христа звездой над могилой 14 мая 2003 года ну и все на этом тут на нашем сайте вот ответы где самое ценное из всего что показал это вопросы и ответы вот здесь 4124 ответа по 55 папок параметров по тематике заходите сюда Богу нашему славу на нашем сайте на нашем сайте на нашем сайте